Кадеты православного военно-патриотического клуба имени Владимира Храброго проводят каникулы с пользой. Сейчас они находятся на сборах. Как живется ребятам в плевых условиях в нашем следующем сюжете. Неполные разборки автомата Калашникова. Приступить. Молодец. И сколько тебе, боец, лет? 11. 11 лет. Вот. Молодцы, ребята. Приятно смотреть, что в 11 лет из вас все умеют разобрать, собрать автомат. Потому что приучаетесь в дисциплине, в порядке, занимаетесь спортом. Это здорово. Ярослав Колобов занимается в клубе имени Владимира Храброго пятый год и уже многому научился, кроме разборки и сборки автомата. Спуск с высоты на специальные страховые веревки, метание ножей, стрельба, разведение костров, физическая подготовка. Когда я пришел в клуб, я не знал, что происходит, ну и только начал учиться. Когда год прошел, я уже все стал понимать более-менее. И начал уже повторять все за старшими, которые преподавали мне про меры. Живут ребята в спартанских условиях. Спят на туристических ковриках и татами. Исключительно по собственному желанию, чтобы закалить дух и тело. Мальчишки много занимаются спортом. Разговаривают у костра на патриотические и нравственные темы. Трапезу начинают с молитвы. Обед приготовлен в условиях полевой кухни родителями ребят. С учетом того, что идет Петров пост. Батюшка нас благословил на выпечку. Сегодня у нас на меню борщ, рис, рыба, компот из вишни. Едят ребята с аппетитом. На свежем воздухе после активных занятий спортом он особенно хороший. Преподаватель Данила Дубровский в прошлом сам выпускник православного военно-патриотического клуба имени Владимира Храброго. Ходил в него с 7 лет вплоть до выпуска из школы. После служил в воздушно-десантных войсках. Не понаслышке знает, что такие занятия полезны. Очень сильно пригодились. Я видел солдат, которые приходили. Ребята такие же молодые, кто-то даже постарше меня. И они не обладали вообще никакими навыками. То есть у них кроме школы ничего за плечами. У них даже какое-то общение, социальные навыки у них не развито. А здесь дети получают все, что им нужно для этого. В армии очень сильно мне пригодилось все, что я здесь получил. Недавно с армии пришел и в родное место, конечно. Отличные условия для проведения сборов ребятам создали президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев и Федерация бокса России. Их социальные проекты направлены на поддержку молодого поколения, спортивно-патриотическое воспитание ребят. Глава городского округа Серпухов пообщался не только с ребятами, но и с руководителем православного военно-патриотического клуба Григорием Устюжаниным. Самое главное, их здесь учат становиться, любить нашу родину, быть патрионовой нашего Серпухова, нашей великой России. И мне хотелось бы поблагодарить всех лиц, которые приняли в этом участие. Умар Назаровича Кремлева, руководство клуба Владимира Храброго. Сборы продолжаются. Лето не пройдет мимо. Сделает мальчишек сильнее и выносливее. Продолжение следует...